О чем история гадкого утенка? Она о взрослении. Гадкий утенок встречает первый раз лебедей. Ожидание белых лебедей приводит нас к какому-то тотальному одиночеству. Мы не находим эту стаю. И изгнание становится даром. Инстинкт больше, чем эго. Инстинкт больше, чем я. Почему аналитическая психология часто берет какие-то сюжеты, мифы, сказки прошлого? Ведь современный человек, живя в сегодняшнем дне, скажет, что что-то тогда работало, сейчас все по-другому, а аналитические психологи опять достают сундучка Андерсона и начинают его анализировать. Что бы ты сказала на это? Я бы сказала, что сказки – это подсказки. Это то, на что опирается внутри нас этот многомиллионный, многотысячный человек по юнгу, который идет путем своей индивидуации, когда он встречается с духом времени, и внутри должен обнаружить дух глубин, который подскажет ему, кто он сейчас здесь, и как ему адаптироваться. А сказка выстраивает некий сценарий, что легко не будет, и что в процессе этого ты обнаружишь много нового о себе. И да, глубинная психология, она как раз на это и опирается, на дух глубин, на то, что неизменно в архаике нашего сознания, и то, что помогает нам переходить в некую синхронию с духом времени. Но не всегда легкую, иногда очень болезненную. Как ты думаешь, вот Андерсон, когда писал эту сказку, да, «Гадкий утенок», что он хотел сказать для читателей своего времени? Андерсон писал сказку 180 лет назад. Но я думаю, в то время ощущение архетипа изгоя для него было присуще лично. Это мужчина, который пишет сказки. Даже сегодня это выглядит немножко, ну, не героически, да, он какой-то очень ранимый, трогательный, но он исцеляет. И здесь мы опять попадаем в глубины, когда исцеляющий вымысел, доступ к своему воображению поможет сейчас выстроить дорожку в то будущее, в ту реальность, где я с собой буду в гармонии, я буду целым, я буду в некой части исцеленным, да, потому что что сказка, что мифы, они нам показывают, как дойти к этой индивидуации, к этой целостности, которой инстинктивно мы стремимся. Потому что дух времени, гоняя нас в определенную реальность, да, расщепляет, какой я, какие ценности внутри меня, с какими людьми я ценностями совпадаю, а что делать, если я не совпадаю с ценностями моей семьи, моего окружения. Я чувствую себя изгнанным, и куда мне бежать, или к кому мне бежать. И в этой сказке есть определенный путь, путь выдержать свою инаковость, быть иным, и чувствуя внутри вот этот зов самости, и искать себя, но не снаружи, а внутри. История про гадкого утенка – это путь индивидуации. Что такое индивидуация? Давай еще раз озвучим это. В сюжете гадкого утенка есть красивый момент, когда он в стае улетающих лебедей чувствует тоску и одновременно любовь. Он как-то понимает, что он безумно любит этих птиц. Вот эта точка тоски и любви – это когда мы очень сильно внутри тоскуем по той настоящести, которой мы являемся. Да, они могут не знать, что это называется индивидуация, потому что это язык аналитической психологии, но они очень хорошо узнают чувство тоски по себе настоящему. Потому отражение, что я есть тот, кто я есть, и я хочу быть именно им. И мне очень трудно хамелеонить, подстраиваться. Я чувствую, что я как будто себя предаю. И в этой боли они часто приходят. Как я присвою себе себя настоящего, как я его внутри себя обнаружу, если вокруг меня нет тех зеркал, которые подскажут, кто я на самом деле. Я хочу вылупиться, я хочу узнать, какой я и расправить свои крылья. То, что ты описала, это присутствует у людей, которые переживают архетип подкидыша. Те родители, которые растят, это не их, не его родители, не ее родители. Кажется, что ты вообще откуда-то не оттуда. Моя профессия психолога позволяет мне прочувствовать, что может испытать гадкий утенок, что он испытывает. Вот эти детские части наших клиентов, которые начинают рассказывать про их опыт гадкого утенка. То есть индивидуация для гадкого утенка – это что? Это долгий путь. Утенок гадкий, но он лебедь. Он гадкий для окружения. Он невыносим своей инаковостью. И это та травма, с которой могут заходить. Я всех, черт возьми, раздражаю. И я не хочу делать то, что делают они. Я люблю другие вещи. Меня тянет, не знаю, у меня семья диванных философов, которые любят стабильность, у которых важно, не знаю, что-то строить. А я балерина или я, не знаю, музыкант. И я не могу делать ничего из этого. Меня тянет что-то совершенно инаковое, и это раздражает их, потому что я пытаюсь в эту сторону идти. И я не принят. И мы сейчас сваливаемся в момент рождения, потому что изгои им рождаются не в момент появления, а до. И очень часто в семейной истории есть моменты в семейном мифе о людях, о которых умалчивают. О них не говорят, их изгнали, о них замалчивают, потому что они им вели какой-то маргинальный образ жизни, они были репрессированы, они сделали что-то такое, о чем не хочется вспоминать. И вот в этой системе появляется гадкий утенок. Он берет на себя эту энергию и проявляется. Он закатывается вот это яйцо в этот птичий двор. Он уже другой. Он собрал на себя вот это напряжение семейной системы и сейчас будет ее менять. То есть, иными словами, гадкий утенок – это теневой ребенок, на который семейная система проецирует свои теневые стороны, все, что вытесняется. Это и есть изгои. У каждой души разный запрос. Если внутри откликается архетип изгоя, то тогда я знаю, что я буду искать себя, выйдя из птичьего двора. Но индивидуация может быть и внутри, определить себя и встроить. Мы знаем тех людей, которые находят то окружение изначально и никуда никогда даже представить не могут, что они куда-то сместятся, что у них поменяется окружение. Да, я родился, не знаю, там, уткой или курицей. Моя работа в этом. И моя индивидуация – признать себе, что я никуда не полечу. Могу смотреть, не знаю, на чаек и на орлов, но я в этой части, именно моя сущность такая. Я на своем месте. Вот это чувство своего места, и оно изнутри наружу. Если я попадаю в конфликт, я понимаю, что я не могу нести яйца. Не, блин, не курица. Ну, как-то так случилось, да? Но зато мне хочется плавать и летать высоко. Я буду раздражать весь этот куриный двор. Буду говорить, что куда тебя все время несет. И утенку там в этот момент уже очень трудно, потому что он понимает, что у него как будто есть этот мятежный дух, который его тащит изнутри наружу. И очень завидно тем, которые говорят, все будет нормально, мы сидим на своем месте. Что объединяет гадкого утенка героями, всеми героями времен народов, которых покидывали в корзинах, обнаруживали там у входа в дом? Что это за трудная судьба героя? Здесь герой всегда попадает в теневую проекцию окружения. То есть изгой и окружение взаимосвязаны. Если ты рождаешься таким же, то семейная система наполнена ожиданиями, вообще любая система наполнена ожиданиями чего-то нового, вообще что-то новое родится. И это ожидание проецируется всегда из опыта прошлого. Он будет такой, как, не знаю, я, там, отец. Хотя в сказке есть красивый момент, когда утка говорит о том, что этот негодник, отец так и не появился. Отца нету, да, то есть мы все время на стороне материнской истории, материнского комплекса. Отцовский иметь право быть собой, иметь право носить какую-то, хоть какую-то часть идентичной, вообще я чей. Мы попадаем в состояние, что вот есть система, да, у нее есть ожидания. Родится там такой ребенок, и он может быть из материнской части, дополнит мою грандиозность. Вот я создаю новую жизнь. И эта жизнь почему-то меня сделает великой, потому что я вот такая мать, я такая вот растакая, и мои ощущения, мои проекции от этого ребенка грандиозны. А появляется то, что появляется. Я либо иду за своей глубиной, инстинктивной природой, говорю, это все равно мой ребенок, какой бы он ни был, и я буду с ним знакомиться. Либо я попадаю в расщепление, когда вокруг весь птичий двор говорит, это что за урод? И нападает на этого. Ты сделала что-то не то. Ты сделала как-то не так. Смотри, ты ошиблась. Это неподходящее, неудобное. Он кричит, он о чем-то говорит. Он не делает, как делаем мы. Он не соответствует. Он нас раздражает своей наковостью. То есть ты хочешь сказать, что если бы мать приняла своего гадкого утенка, то она бы каким-то образом повлияла на окружении, и к этому ребенку стали бы по-другому относиться. Она больше, да. Потому что ребенок маленький, а мать большая. И первое описание мира мы получаем от мамы. Через ее глаза у нас появляется ощущение, кто я. Это наши первые зеркала. Мамины глаза – это первые зеркала. Она нас смотрит и говорит, привет, ты такой-то, я тебя люблю, потому что ты вот такой особенный. Давай знакомиться. Ты вот так это делаешь, ты вот так плаваешь, а ты вот это не хочешь, а ты вот это хочешь. Ну вот в реальности женщина, которая рожает, если мы какую-то более не архетипическую, а реальную женщину, у нее, возможно, есть поначалу желание принять этого необыкновенного ребенка. Но потом она попадает в социум, и ей говорят, вы, мадам, плохая мать. Раз сказали, что если у вас такой необычный ребенок, что-то я сделала не так, или вы не так воспитывали. И в конце концов реальность просто ломает женщину. Сломанная мать. Сломанная мать, которая уже потом отказывается от себя, от своего ребенка, фактически начинает транслировать вот эту гадкость и соглашаться с уткой, что нет, это не я плохая мать, это вот ребенок гадкий. Внутри любой матери есть все равно изначальный код, такой внутренний ДНК-код, генетический архетип дикой матери, который говорит, это все равно мой, я буду его защищать, это мой. А если я очень зависима от социума, то я маленькая, социум большой. Мать сказала, я не хочу тебя больше видеть, мои глаза больше не являются отражением, я не признаю тебя своим. И он попадает в этот окружающий мир, где он очень долго делает путь несовпадений. Это то место, когда люди устраиваются много работы, их оттуда вышвыривают, потому что они пытаются найти ценности, которые внутри них соответствуют. Они пытаются адаптироваться. В сказке это когда он попадает к слепой старухе. Слепая старуха – это слепая судьба, где есть кот, который умеет мурлыкать, где есть курица, которая несет яйца. И они ему говорят, какой в тебе прок? Мы такие умные, мы такие, мы знаем, мы адаптировались к этой жизни, а ты, блин, плаваешь. Но я не могу не плавать, я такой. Говорит, ну вот смотри, в нашем мире вот это ценности. Он плавает в этом маленьком пруду своей внутренней личности, когда уже все замерзаю, я все, я умираю, я понимаю, что я не выдерживаю этот мир. Очень одинокое состояние. И в этот момент часто приходит человек, абсолютно не всегда терапевт, который разобьет лед и вытащит тебя отсюда. Но в сказке приходит какой-то крестьянин, который его просто забирает, и он его не благодарит, как иногда есть ожидание, что я приеду куда-то, или я устроюсь на работу, или я найду того самого. И он меня обогреет, и я буду там, не знаю, летать и благодарить. Он разносит весь дом от того, что он опять не в том окружении. И это опять один. Итак, гадкий утенок встречает первый раз лебедей. Да? Узнает. Это такой, в общем, типовой сюжет архетипический. Когда-то условный Персефаль видит рыцарей красивых, да, и хочет уйти от мамы, отделиться и стать рыцарем. Вот это включается. Я внутри узнаю схожесть, которую я не могу объяснить. Это не логика. Я никогда этого не видел, но я их люблю. Я что-то внутри меня так сильно тянет к этой стае улетающей, что мне туда надо. Это когда мы смотрим, не знаю, какие-то фильмы, мы читаем какие-то книги, понимаем, чёрт возьми, это же я. Я именно так и чувствую. Но это какая-нибудь, я не знаю, Япония, Франция, Германия, это страна с другими мифологией, с другими архетипами. И мне стыдно, я предаю, потому что в изгое есть тень предателя. Я не такой. Я не оправдал их ожидания. Я предал их ожидания. Но как мне теперь быть? Я тогда предам себя, если останусь. Я двигаюсь куда-то, куда меня несёт. Что для меня было рыцарями? Вот я, когда 19-летний студент Пензенского государственного университета, педагогического, открыл первый раз Юнга, это была для меня стая. Когда я попал в Москву, и вдруг мне сказали, что оказывается, есть юнгианские сообщества, типа лебеди, да? Да. Чёрные, да? Да. и оказывается, надо делать карьеру. Я был глубоко удивлён, и это было очень, ну, скажем так, немножко поверхностно и странно для меня, потому что уже юнгианство, оно уже случилось со мной тогда, когда я увидел в Юнге и в его работах что ориентир-то. Мне кажется, что стая лебедей это немножко тоже идеализированное, что в самой стае лебедей тоже не всё так. Ты прав. Прекрасно. Да, потому что, если мы идём дальше к образу лебедя, то мы попадаем в то, куда многие-многие поколения до нас проецировали божественных существ. Зевс превращался в Афина, в индуистской мифологии есть очень много, То есть это тот, кто может быть как вот здесь, на Земле, так и в высших сферах. Он может сочетать в себе эти стихии, он может плавать и держаться на бессознательном, да? И может улетать в Великий, да? И может менять места и доверять своим инстинктам, находиться очень высоко и приземляться. И это вот тот стай, когда я очень хочу выдерживать реальный мир, где я просто человек и архетипический, и выдерживать вот это вместе, это и есть путь, который я делаю. Такое ощущение, что ожидание белых лебедей приводит нас к какому-то тотальному одиночеству, потому что стая, мы не находим эту стаю, она как будто бы на самом деле не существует. Всё очень красиво, но в реальности её нет. Где эта стая внутри? Я не знаю, насколько здесь сейчас можно определить кого-то таким белым. Лебеди тоже отбрасывают тени. У Бардина в конце мультфильма есть очень красивая, на мой взгляд, метафора. Когда он летает со стаи принявших его лебедей, цвет лапок у него другой. Ну вот да, есть, на какой-то момент мы совпадаем, не знаю, с ценностями этого сообщества, с ценностями этой работы, с этим человеком, с которым мы начинаем жить и попадаем в новую семейную систему. Мы совпадаем, и мы летим куда-то, мы движемся по дороге нашей жизни, потому что это меняется. О чём история гадкого утёнка? Она о взрослении. Когда я маленький, я никчёный, я не знаю, кто я. У меня нет той матери, которая мне скажет, какая я. У меня нет отца, он вообще неизвестно где. Есть подсказка, когда он прожил эту суровую зиму, когда его всё время выпихивали. Это та часть, когда мы устраиваемся на работу, переезжаем в новый город, переезжаем на новую квартиру, переезжаем к новому человеку, нас всё время выпихивают. Выпихивают, потому что мы иные, мы изгнанные, мы особенные, мы раздражаем. В какой-то момент очаровываем инаковостью, а в какой-то момент раздражаем, нас не выдерживают. И вот в этот момент, когда он снова видит стаю лебедей, он говорит, хорошо, я готов, пусть меня убьют эти красивые птицы. И он напускает голову в смирение и встречается с отражением в воде и понимает, что он стал имя. Я так долго ориентировался и шёл за его идеями, что вдруг обнаружил себя. И у меня появляется это внутреннее зеркало смотреть на себя своими глазами. И вот здесь очень трудная точка в индивидуации, потому что в этот момент человек уже не может предавать себя. Он может предать кого угодно, только не себя, не свою сущность. Он уже стал, кем он стал. И он повзрослел. И в любом птичьем дворе он скажет, да, я лебедь. С позиции гадкого тёрка это вот у всех своя жизнь. Вот он несчастный, бедный, он себя ищет. Он очень много стягивает или пытается по естественным причинам стянуть на себя внимание. Это же наркотическая рана. Ты человек не может и себя найти, найти своё место, свою идентичность. эти птицы говорят, слушай, вот у нас есть один такой гадкий утёнок, он стягивает на себя всё внимание, мы тут живём, мы сеем, пашем, моем посуду, воспитываем своих детей, которые будут, да. не слишком ли жирно. Нельзя всё отдать на все силы этого двора, на индивидуацию этого несчастного. Мы смотрим на это с точки зрения психологов, которые обязаны быть априори на стороне гадкого утёнка. Это наша работа, это наша обязанность. А нет, не так. Хорошо, скажи мне. Здесь мы попадаем в ловушку расщепления. А если мы останемся внутри психики, то весь птичий двор наша психика. И это очень трудно, потому что, когда ты сейчас описывала, это та часть, когда у меня внутри есть адаптационные куски моего детского сада, моей школы. И это те законы птичьего двора, хотела я этого или нет, они внутри меня остаются. Я их узнаю везде. Но внутри также моего развития, то, что меня будет тащить в мою индивидуацию, когда самый стащит тебя в индивидуацию. Никогда я согласна. Хорошо, я сейчас что-то сделаю, адаптируюсь. Это вот эта часть внутренней психики, которая становится гадким утёнком. Она гадкая для всей остальной части. Это они её описывают как гадкой. Я могу сама себя раздражать, что ж тебе не сидится-то, господи, ну всё же включено. Я доросла, я выросла, я повзрослела, я понимаю, что я не могу оставаться. И тогда я начинаю искать внутри, вот идя за этим утёнком, внутри появляется вот этот поиск. Каждая страна на нашей большой планете внутри, внутри на глубинах имеет свою мифологию. Германия – это порядок. Я прожила в Германии, это другой птичий двор, чудесный, но там забор высоко летать нельзя. Мифология здесь не в том, чтобы быть особенным, а в том, чтобы быть очень продуктивным. Если я попадаю во Францию, а там чувства, там если ты не влюблён, то что с тобой не так? Так русский гадкий утёнок. Если мы берём прям всю страну как гадкого утёнка, нужно просто иначе из сегодняшнего духа времени смотреть на историю психики. Как это происходило 300 лет назад, как это происходило 500 лет назад. Мы всё время находимся в этой спирали развития. А ты не думаешь, что просто люди хотят оставаться в этой достоевщине до конца своих дней? Просто всю жизнь быть гадкими утёнками, которых не понимают? Мифология России — это сакрализация боли. Мы встречаемся через боль, мы общаемся через боль. Нам очень трудно поддерживать small talk с другими. Нам нужна точка боли для встречи. И это то, как мы друг друга можем узнавать. То есть мы присоединяемся к вот этой части, к теневой части, к больной части. Очень стыдно предъявить, что я справился, я как-то пережил, я переехал, я перешёл на другую работу, я оставил какие-то отношения. Очень стыдно признаться в удовольствии. Тебя заклюют. Гадкий утёнок, он не жертва. И в этом вообще, мне кажется, очень важный смысл. Изгнание становится даром. Ты перестаёшь ныть, ты привыкаешь к тому, что тебя не первый раз выкидывают, ты привыкаешь к тому, что ты потихонечку начинаешь адаптироваться, добираешь ценности и уже честно можешь услышать эту внутреннюю алхимию, когда что-то выпарилось, что-то осталось, а теперь мне опять надо куда-то дальше. Я узнаю это в культуре, в человеке, в книге, в музыке, где-то я узнаю этот зов и уже за ним иду. А что в какой-то момент, отражившись в воде, я вдруг пойму, что я это они, я уже сделала огромную работу, но я не застрял в жертве, потому что у боли есть очень соблазнительная часть остаться там, остаться и скулить. И говорить, что господи, как же мне плохо, как мне тут трудно, как мне всё невыносимо, где та великая мать, которая придёт меня и накормит, где эти две волшебные груди, которые удовлетворят меня на всю жизнь, там будет всё включено, и пенсия моя будет счастливой. Не будет, никто это гарантировать не будет. Великая жизнь скажет, слушай, ну ты должен стать самим собой, взрослей. И эта сказка о взрослении, о болезненном взрослении. И изгнание становится даром, потому что я присваиваю себе выдерживание. Когда я смотрел мультфильм Бародина, когда я воспринимал почему-то гадкого утёнка как потенциально чёрного лебедя, и был очень разочарован, что из снега вылупился всё-таки белый лебедь. Мы в нашей работе, давай признаемся честно, очень мало имеем дела с белыми лебедями. Мне кажется, что современный гадкий утёнок превращается в чёрного лебедя и пускает по ведру весь этот птичий двор. То есть он мстит. И вот эти вот тёмные лебеди, которые приходят к нам в анализ, это большая история про то, как мы с этими энергиями гнева, ярости, агрессии на отвержение, на желание отомстить, ну и так далее. То есть мы с этим больше имеем дело, чем эта красивая картинка. Естественно, существующая, это правда, да, есть этот духовный уровень, светлые лебеди. Когда-нибудь, в момент, скорее всего, отхода на тот свет, мы полетим. Сейчас все находимся в ожидании чёрных лебедей. Я не вижу просто места сейчас в мире для белого лебедя. Я не верю, что нас может спасти свет. Я не верю, что свет может кого-либо спасти. Нас может спасти только тьма, но не та тьма, которая разрушает, а то, что я называю sacred darkness, тьма священная, которая приходит, чтобы нас защитить. Каждый лебедь может быть и белым, и чёрным. В чём, наверное, здесь расщепление? В том, что если я сакрализирую боль, если я оставлюсь в жертве, то меня нахлобучивает, что там у нас? Зависть, обида, и, конечно, варится месть. Я вам докажу, что я белый такой и чудесный. Сказки этого нет, я вообще не знаю, кто я. Я вообще ничего не буду доказывать, потому что я пока не разобрался, кто я есть. А когда я разобрался, мне всё равно, потому что я нашёл свою стаю. И мне в этой стае тоже нужно обнаружить, кем я себя сейчас могу представить, кто я в этой стае. Я вдруг попадаю в новую систему ценностей, где мне нужно адаптироваться, и мне вообще всё равно на тот пич и двор, который я оставил. Я не пойду в детский сад доказывать, что, вы знаете, я выросла. Мне всё равно. А если я пойду, то я не выросла. Мне очень хочется пойти и доказать своей воспитательности. Вы знаете, вы тогда говорили, что я самая высокая, поэтому меня через две группы пересадили, потому что я не совпадаю у вас по ожиданиям. Но мне всё равно. Я попала в ту стаю, где все такие же высокие. Всё хорошо. Спасибо, что выперли. Изгнание – мой дар. И тогда белое для вас, чёрное. Мне интересно быть в том процессе, где я обнаруживаю всё больше и больше этих ценностей, которые меня одухотворяют. Но гадкий утёнок, гадкий для окружения. Для себя он ещё вообще никто. И он и чёрный, и белый одновременно. И вот в этой истории, где танцует то белый лебедь, то чёрный, мы всегда танцуем с тенью. Но здесь будет алхимия изнутри наружу, из макро в микро. Потому что, если мы смотрим на окружение, нам кажется, что это с нами не связано. А если мы начинаем смотреть, что весь птичий двор внутри нас, весь птичий двор внутри нас, это, во-первых, страшно. Но можно смотреть туда только уже созревшее, сбалансированное, централизирующее, личность, которая говорит, да, хорошо. Вот сейчас я на себя нападаю. Вот здесь я говорю, что я не соответствую системе. Но здесь есть что-то, что меня вдохновляет. Я не знаю, что я стану лебедем, но я справлюсь, потому что инстинкт больше, чем я. Инстинкт самости больше, чем мы. Вся эта сказка, вся эта история подсказывает, что внутри нас есть инстинкт жизни, инстинкт индивидуации, что мы хотим стать тем, кто мы действительно есть истинной сущностью. Инстинкт больше, чем эго. Инстинкт больше, чем я. И самость меня будет провоцировать на развитие, чтобы я не застревала ни в жертве, ни в описании себя как гадкой, а искала ту стаю, с которой у меня совпадут ценности. Почаще к нам приезжай. Прилетай. Спасибо, Андрей, что через тебя я увидела новые ракурсы этой истории. Спасибо.